Пластиковые пакеты, одноразовая посуда и прочий мусор. Все это складируют жители села Васильевка в Днепропетровской области буквально возле жилых домов. Последний раз отходы вывозили там лет 30 назад. Почему село постепенно превращается в свалку, выясняла Елена Миндалюк. Каждое лето жители Васильевки затыхаются тот вони, который исходит от свалки, тот дыма, когда она горит. Если месяц жаркий, спасатели приезжают сюда по несколько раз. Селяне боятся, что огонь в любой момент может добраться до их домов, ведь свалка всего в нескольких метрах. Дитячий садок рядом, наши дома рядом. Все тут уже годы в 30 не вывозят, дыхать не мачем, палят, чуть сараи не погорели. В селе Васильевка дома в несколько этажей. Есть все коммуникации, а вот о вывозе отходов никто не подумал. Люди годами сносили отходы на этот участок. Когда был колхоз, мусор убирали. Теперь делать это некому. Пока был колхоз, еще мой отец покойный, он делал на тракторе, такой трактор у него был гусеничный, вот то, что вывозилось. Тогда начали отнековаться. Ой, мы не заедем, ой, мы провалимся, ой, мы, ой. А теперь вот такое случилось в нашем селе. За 30 лет гора отходов достигла 5 метров в высоту и разрослась более чем на 5 соток. Одна машина, да, близко, скажем так, по затратности близко 800 гривен погрузить. Тут машин 50-60 точно будет. То есть, да, до 100 тысяч, если бы. Ну, конечно, наши власти могут заработать это и в миллион. Четыре года пришло, никто ничего и палец, палец на дорогу. Местные жители забросали сельсовет жалобами, но слышат лишь обещания. Мало что изменилось и после децентрализации. Васильевка стала частью Солонянской объединенной территориальной громады. Все, что смогли, установили мусорные баки. Как остаток бюджета будет. То есть, мы по месяцам расписали это. На сентябрь-октябрь месяц, потому что все реально понимают, что сейчас при жаре его не выводит. Звоняет нужная компания, которая будет вывозить. В бюджете в этом году это заложено. А вот глава объединенной громады говорит, что денег на утилизацию отходов в бюджете пока нет. Мало того, к нему даже никто не обращался. За два года меняется вопрос, никто не поставил из жителей села Васильевка. Бюджет же тоже не безграничный. Если это вопрос будет решиться, то, может быть, на сходстве надо какое-то долевое участие людей. Поскольку придется сбрасываться людям, да и вообще возьмутся ли, наконец-то, чиновники расчищать территорию, пока вопрос. Елена Медалюк, Евгений Конецов. Подробности, телеканал Интер, Днепропетровская область.